На минувшей неделе в районной библиотеке состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Ветераны, труженики тыла, дети войны и инвалиды по зрению Хасанского района собрались все вместе, чтобы отметить праздник весны. На чаепитие приехали и гости из Владивостокского общества слепых. Давайте посмотрим сюжет с этого мероприятия. За этим праздничным столом собрались вместе друзья, соратники, уже давно родные друг другу люди. Встретиться, пообщаться и сказать лично тёплые слова пожеланий. Именно с такими мыслями сегодня собрались все ветераны, труженики тыла, дети войны и инвалиды по зрению. Главные организаторы встречи – председатель группы инвалидов по зрению в Хасанском районе Наталья Семёновна Бурлак и Совет ветеранов славянского городского поселения. Вот уже на протяжении нескольких лет они поддерживают такую душевную традицию – отмечать 8 марта все вместе за праздничным столом. Вот это общение, я считаю, нужное. Те, которые ходят, это вот ещё не все пришли. Так вообще-то я считаю, что это нужно так делать. Нужно встречи делать. Не обошлась эта встреча и без подарков. Участники вокальной эстрадной студии «Новая волна» спели для всех песни, посвящённые мамам и бабушкам. А активные славянские школьники и студенты продемонстрировали игровые сценки и прочитали стихи. Приехали на праздник и гости – представители Краевого общества слепых. У Владивостокского подразделения есть свой хор, который существует уже 17 лет. Пение участниц этого коллектива украсило душевный праздник в районной библиотеке. Мы всегда с удовольствием приезжаем сюда. Во-первых, нужно проведать группу инвалидов, таких, как мы, по зрению наших. Мы что-то им там, консультации какие-то даём, что-то привозим им в подарок. И поэтому рады сюда приехать. Поздравить с весенним праздником всех ветеранов и инвалидов на встречу пришла председатель Думы Хасанского района Вероника Ильина. А после знакомства с вокальной группой «Надежда» она предложила организовать свой хор в «Славянке». Помочь организовать свой песенный коллектив в посёлке пообещали уже опытные вокалисты группы «Надежда». Ничего сложного нет. Самое главное, чтобы были люди, желающие принять участие в хоре. Те, кто любят петь. Вашему нужно коллективу собрать несколько человек. Те, кто любит петь. Приятные сюрпризы, слова поздравлений и благодарности. А главное – внимание. По словам ветеранов и инвалидов, это самые ценные подарки к празднику. Уже совсем скоро они снова соберутся за праздничным столом. И все вместе отметят новый праздник. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.